То есть, в принципе, можно дать рекомендацию не только женщинам, но и всем тем, кто хочет себя каким-то образом преобразить и усовершенствовать, прежде чем приступать к каким-то действиям, в том числе и радикальным, стоит начать с того, чтобы просто полюбить себя. Вы знаете, посмотреть то, что у меня уже есть. Какая я? Ну, это называется что-то вроде инвентаризации, такое какое-то бухгалтерское, что ли, слово. Что во мне такого замечательного? Почему я хороша? Вспомнить об этом. Потому что, ну ладно, возьмем даже ту самую полноту. В моем организме не хватает какой-то радости, какого-то счастья, которое я могла бы получать в действиях, в событиях, в поступках. Я начинаю добирать его самым дешевым способом – едой. Дешевле всего покушала, через 15 минут у меня уже счастье в организме. А для того, чтобы что-то сделать, что-то как-то совершить, даже я не знаю, у меня после бассейна подъем отличный. Но для этого мне нужно туда, а, прийти, б, там поработать каким-то образом, либо расслабленно, либо принапрячься. И только после этого я получаю вот это ощущение, ну даже вот, наверное, легкой эйфории радости. Либо я могу съесть кусок пирожного, это все быстрее, никуда идти не нужно, напрягаться не нужно. Эффект на какое-то время тот же, на какое-то время, 15 минут после того, как. Вот. И тогда, пожалуй, с той же самой полнотой разбираться, мне кажется, нужно не от чего я хочу избавиться, вот эти лишние килограммы. А чего я хочу в свою жизнь привнести, что я в ней хочу сделать, чтобы лишние килограммы для счастья мне не нужны были. Виталина, а вот продолжая немного вашу мысль, я хочу у вас спросить. В принципе, ответ я предполагаю, но я все равно спрошу. Вот, допустим, цель достигнута. Произведены какие-то радикальные действия, цель достигнута, внешний человек преобразился, но счастье так и не наступило. Ну, на какое-то, там, я не знаю, 15 минут оно, наверное, наступит, потому что там, о, на весах заветная циферка, там, я не знаю, на сантиметре тоже самое все, я вхожу в то платьюшко, которое. Очень все коротко, потому что, во-первых, и это уже все говорят, и диетологи, и это проверено, наверное, многими дамочками, которые этим занимались жесткими диетами. Через очень короткое время ты набираешь, хорошо, если не в два раза больше, чем ты сбросила. Но то, что будет больше набрано, это стопроцентно, потому что в жизни-то ничего не изменилось, реальное счастье не произошло. Что у меня там, от чего оно было? От отношений, от того, что я занимаюсь каким-то ненавистным делом, от того, что я, ну, живу я вообще чужой жизнью. Вообще чужой, не той, которой хотелось бы. И тогда, как бы я не худела, я все равно продолжаю жить чужой жизнью. Ну, тело у меня на короткое время стало меньше весить, мне, возможно, стало легче ходить. Тут спасаются те, кто действительно параллельно с похудением что-то еще делают. И причем, вот мы обычно изменения в жизни как-то вот дешевенько так себе представляем. Вот бы мой муж начал ко мне лучше относиться, вот бы он начал мне там подарки дарить, или вот бы дети начали учиться лучше, или вот бы родители... Всегда надо какое-то «если». Нет, я о другом вообще. Кто-то что-то должен сделать для меня. Но только не я. Только не я для себя. Даже не для них. Бог с ним, с другими людьми. Не я для себя. Вот моя жизнь реально меняется, когда, а, я сначала что-то делаю новое для себя, но новое даже не в плане... Ну да, мы, девочки, очень любим салонный уход, еще что-то. Это тоже все хорошо. Но я делаю то, после чего мне летать хочется. Какие-то вещи, какие-то важные, после чего я действительно чувствую, я лечу. Мне хорошо, и не важно, сколько я вешу при этом, хоть 100 килограмм. И тут, кстати, самое интересное, и килограммы какие-то уходят. Не очень быстро, но что-то уходит, потому что организму уже эта подушка безопасности не нужна. Ему уже не нужно защищаться от холодного мира. Ему в этом мире хорошо, тепло, жарко. Ну вот на этой позитивной ноте, делая какой-то вывод, я позволю сделать некоторый вывод из нашей беседы, я понимаю то, что начинать надо всегда изнутри. Надо начинать со своего внутреннего состояния. И прежде чем мы хотим что-то сделать, надо полюбить себя. Надо иметь какие-то конкретные цели, для чего мы это делаем. И плюс ко всему, если мы уже хотим быть счастливыми, опять-таки надо начинать с себя. Спасибо вам огромное. Надеемся, что наша с вами беседа будет кому-то полезной, и кто-то станет от этого еще немножко более счастливым. Спасибо вам большое. Я тоже на это надеюсь. Всего доброго. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспресса была психолог Виталина Мазорук. Ну а теперь на телеканале Беларусь-2 реклама. 1836 год. Удачливый и расчетливый коммерсант Сэмюэль Кольт получил в США первый патент на автоматический револьвер. Модель сначала называлась Паттерсон по имени города, где была развернута мануфактура Кольта. Но в скором времени получила название Техас за свою популярность среди жителей этого штата. 1921 год. В Минске начал издаваться ежемесячный детский журнал на белорусском языке «Зорки», в котором публиковались произведения Янки Купала и Якуба Колоса, материалы о животном и растительном мире, об искусстве и музыке. Всего вышло 10 номеров. 1951 год. Родился один из самых известных детских врачей Беларуси Александр Сукало. Профессор, ученый в области педиатрии, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, автор научных работ по детской нефрологии и иммунным нарушениям у детей. В 1959 году родился кинорежиссер Алексей Балабанов. Широкую известность получил за фильм «Брат», главные роли в котором сыграли Виктор Сухороков и Сергей Бодров-младший. Фильм получил Гран-при фестивале «Кинотавр», также известны другие его работы «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Груз 200» и другие. 2003 год. В Москву прилетели знаменитые фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Не бывшие на родине более 20 лет. Двукратные олимпийские чемпионы Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. И немного о спорте. Отгремела Олимпиада. Приятно заметить, что благодаря белорусским спортсменам нашей стране удалось таки произвести фурор в Сочи. Еще раз поздравляем победителей с победой, но впереди еще немало спортивных событий. Так, Дворец Конгрессов Акрополис в Ницце принял церемонию жеребьевки квалификации Евро-2016. В отборочном цикле впервые сыграют 53 сборные. В квалификации будет сформировано 9 групп. Итак, нас интересует группа С. Испания, Украина, Словакия, Беларусь, Македония, Люксембург. Пожелаем удачи белорусским футболистам в борьбе за путевки на Евро. А тему спорта продолжит Петр Бутрим мастер-классом по бадминтону. Владеете ли вы азами на первый взгляд безобидного, но на деле одного из самых тяжелых видов спорта? Я нахожусь на площадке для бадминтона. В руках у меня все необходимое. Ракетка и валан. А также непреодолимое желание научиться самым простым приемам игры. Что они себя представляют, узнаем прямо сейчас. А поможет нам в этом первая ракетка Беларуси и участница Олимпийских игр в Лондоне – брещанка Олеся Зайцева. Начнем со знакомства с ракеткой, а вернее правилами ее хвата. Владея этим простым приемом, можно сразу приступать к разучиванию подачи. Существует много видов держания ракетки. Но самое простое для любительского уровня – это держание ракетки, можно сказать, рукопожатие. То есть рука находится на головке, мы проводим рукой по грифу и хватаем ракетку. Ракетку нельзя зажимать, то есть она должна быть в расслабленном состоянии. Есть две больших плоскости грани, так называемые. То есть большой палец должен быть на одной большой грани, а указательный палец – на второй большой грани. Едва ли не самый важный элемент игры – расположение и перемещение бадминтониста. Грамотный подход к выбору позиций позволит сэкономить силы, учитывая, что игроки за матч пробегают порядка 7-8 километров, и что главное – контролировать ситуацию на площадке. После любого удара соперника, будь это подача или прием, надо становиться в центр. Центр у нас примерно находится от центральной средней линии, это метр, примерно в этой точке будет центр. От этого центра намного легче перемещаться в любые точки площадки. То есть куда бы вам соперник не ударил, это будет наиболее краткий путь. Еще один кирпич нашего фундамента – стойка игрока. Бадминтонист отбивает валан из разных положений. Нужно быть готовым к быстрым перемещениям. Этому и способствует удобная исходная позиция на корте. Также есть стойка, нога немножко вперед-вправая, тоже на ширине плеч. Это будет максимально легко вам выйти вперед, также выйти назад, оттолкнуться. С этой стойки это более универсальная такая стойка для всех игроков. То есть она будет как можно легче выйти вперед, так и намного легче выйти назад с этой стойки. Итак, переходим к ударам. Изучение техники атакующего удара припасем на последующие уроки. А пока разберемся, как правильно перебросить валан на сторону соперника более простым и надежным способом. Также есть подставки. То есть подставка – это удар, который происходит около сетки. Он делается так, чтобы валан сразу упал за сетку. Есть плоские удары. Это удары, которые летят параллельно площадке, так можно сказать. То есть как можно ниже над сеткой, но пролетает очень большое расстояние. То есть метров 6 примерно они летят параллельно площадке. Также есть укороты. Есть укорот также бэкхэнд, форхэнд. Можно закрытой бить стороной у корот, можно открытой стороной ракетки. Кстати, бадминтон считается одним из самых быстрых видов спорта. У мастеров валан может лететь со скоростью 300 км в час. К тому же это занятие снимает напряжение, развивает выносливость, формирует быстрое мышление, а также является полезной гимнастикой для глаз. Что ж, азбуку бадминтона мы усвоили. А для того, чтобы эти знания не растерять, отправляйтесь в спортивный зал и закрепите увиденное на практике. Это и полезно, и интересно. Субтитры создавал DimaTorzok И напоследок об ученых и мотивации. Итак, ученые выяснили причину лени. Оказывается, во всем виноват гормон дофамин, который и регулирует нашу активность и направленность к деятельности. Но не будем искать себе оправданий и найдем лучше за сегодня немало поводов для активной и интересной жизни. Это была программа «Утренние эспрессо». Меня зовут Вероника Тарасюк. Отличного настроения и до встречи на телеканале «Беларусь-2». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok